Тепло и у владельцев приусадебных участков появилось много забот и хлопот. Большинство из них проводят время в огороде, чтобы заложить основу будущего урожая. А вот некоторые уже собирают урожай. Грибов, например. Наш старый знакомый, садовод из Дзержинского района Владимир Крылович, выращивает грибы прямо у себя во дворе. В деревне Большие Новоселки Дзержинского района весна стремительно набирает силу. А у садовода Владимира Крыловича деревья еще только-только начали распускаться. Но в саду уже можно собирать урожай. Выросли грибы, вешенки, шиитаки, которые в прошлом году были посажены в пеньках возле дома. Вот снимаю урожай шиитаки. Можно срезать ножиком, можно просто выламывать грибы. Вот. Можно просто их выламывать. Вот, посмотрите. Я выламал, и здесь осталась небольшая щелочка. Таким образом, вот, можно все остальные грибы снимать. Бывает лето, так грибница не только зарастает полностью на пнях, но и по земле начинает разрастаться. Я прямо по земле хожу и собираю грибы. Видите, красивый такой гриб шиитаки. Многие даже вот о этих грибах не знают и не предполагают, насколько они ценные. А их чистить надо? Ну, как любой гриб, его надо помыть. Вот. Порезать дольками, чтобы он лучше высушивался. И вот сегодня я буквально посушу и завтра утром уже заварю себе чай с этого гриба. Грибы шиитаки пока еще не очень хорошо известны белорусскому потребителю. Зато в странах Юго-Восточной Азии их культивируют более двух тысяч лет. В Древнем Китае их называют эликсиром жизни. А в Японии считается, что шиитаки продлевает жизнь человека. Вот здесь у меня были посажены трепня и заправленные мицелием гриба шиитаки. Это очень полезный гриб. Он поднимает иммунную систему. Даже от онкологии лечатся этим грибом. Вот. Он зарастает более медленно, чем вешенка. Вот если я в прошлом году посадил эти пни, заправил, то в этом году, видите, только я получил первый урожай. Лучше всего пленочкой завернуть тонкой, упаковочной. Он тогда лучше и зарастает, и нету никаких проблем с птицами. Дальше. Если у вас уже грибы начали плодоносить на этих днях, не надо ждать, пока эти грибы в размере где-то вырастут 10 сантиметров. Самый стандартный размер гриба должен быть 5 сантиметров. Вот поробок спичек. Однако, пожалуй, самый распространенный гриб – вешенка. Лучше всего растет на древесине лиственных пород деревьев, а также на соломе. Выращивать вешенку можно также на древесных опилках, льно-костре, гречишной шелухе и других субстратах. Вот у меня в руках вешенка. Кроме вешенки можно на пнях выращивать опята, можно выращивать очень полезный гриб шиитаки китайский. Поэтому в зависимости от того, какой у нас есть мицели, вот сегодня у меня мицели вешенки. Можно этим мицелем заправить свежие пни и получить уже буквально через месяц-два на этих пнях хороший урожай грибов. В несущего грибы в это время плодоносить, растить не буду. При выращивании вешенки главное что? Это свежий пень, большой, чем больше он по диаметру, тем больше его масса, больше накопит этот мицелий, который зарастет в этом пне энергии, тем больше будет давать урожая. Если у вас есть пень большой, вы должны сделать или прорези, или дрелью, большим сверлом, насверлить отверстие. И туда затолкать, затолкать небольшими порциями вот эти вот зерна, на котором уже разросся мицелий. Ошибка начинающих грибоводов в том, что они берут маленькие пеньки древесины. По словам специалистов, хороший урожай можно получить, если пенек высотой не меньше 60 сантиметров. Его нужно наполовину вкопать в землю, чтобы поступала влага. Выращивать вешенку можно также и в полиэтиленовых пакетах. Для этого вначале измельченную солому необходимо пропарить. Можно выращивать вешенку, особенно интенсивным способом. Каким образом? Значит, можно брать солому, можно брать кастрицу, опилки даже. Их пропаривать где-то до температуры 80 градусов, чтобы убить другую грибницу других грибов. И после этого, когда лишняя вода стекает с этой соломы, остынет, перемешиваем, опять же берем мицелий, перемешиваем с этой соломой и плотно набиваем эти мешки. Можно вот такие хозяйственные мешки брать. Я иногда беру большие мешки, такие вот хозяйственные. Они обычно для застолки в хозяйственных магазинах продаются. Плотно набиваю. Ставить можно такие мешки заправленные прямо под ванну. В ванной в квартирных условиях влажность высокая, тепло. Через три недели я вам даю гарантию, что у вас такие мешки начинают плодоносить. Когда появились уже, они заросли, появились первые маленькие грибочки, им нужен свет. Выносите на кухню, на антре соль ложится, и буквально в течение недели рыжите грибы свежие. И еще один момент. Нельзя допускать пригревания грибницы свыше 32 градусов, иначе она погибнет. Именно поэтому пеньки с грибами нужно размещать в тенистом месте, чтобы не попадали прямые солнечные лучи. По словам опытных грибоводов, одни и те же поления плодоносят не менее 5-6 лет. Наталья Жаркевич, Вадим Елькин. Земельный вопрос.